Коллеги, добрый день. Сегодня я расскажу нашу историю в импелкоме, как мы строили self-service аналитику на клик. Коротко обо мне. Я занимался данными с самого начала своей карьеры. Был аналитиком, строил ITL, дальше делал дешборды в BI и потом занимался real-time NBA кампейнингом. Там были как раз real-time machine learning cases, о которых недавно рассказывали. И теперь я занимаюсь BI аналитикой в компании Beeline. Коротко о Beeline, топ-3 телеком-оператор, 50 миллионов клиентов, 27 тысяч сотрудников. Коротко о том, что я сегодня расскажу. Наша стратегия, как я пришел и что мы нашли. Дальше, какой CJ для наших девелоперов мы сделали. Как мы продвигаем дата лидерс и подход внутри компании. И как мы работаем с нашим комьюнити. Наша основная парадигма, в которой мы живем, это то, что все повторяющиеся решения, которые принимаются регулярно и довольно монотонно, должны быть оптимизированы алгоритмически. Для этого есть четыре блока. Это data science, data engineering, data governance и business intelligence. Я буду рассказывать про последнюю часть. Наша конкретная стратегия – это вовлечение всех сотрудников в двух направлениях. Сверху вниз, снизу вверх. Ну и также горизонтально, конечно же. С самого начала, когда я пришел в компанию, мы затеяли два аудита. Два discovery, два deep dive. Первое – это интервью с нашими клиентами. Под клиентами мы понимаем две большие сущности. Это девелоперы и конечные аналитики, кто использует наши дешборды, понимая свой бизнес лучше. И технический стек. Нужно было посмотреть все процессы, которые нами завязаны. И что рядом с которым стоит. Можем ли мы это оптимизировать и нужно ли. И обо всем этом расскажу. Начали с клиента, посмотрели, что происходит. Сделали self-assessment для девелоперов. Посмотрели, как сейчас устроен поиск дешбордов, работа с ними. Входы на платформу, выходы из платформы. Мы нашли сложный процесс публикации данных на production. Production не буду раскрывать. Time to market мог меряться месяцем, двумя месяцами и так далее. Мы нашли так называемый shadow IT, когда дешборды никогда не покидали дев стенда. И там жили полностью, конечные клиенты тоже их потребляли. И production не использовался, то есть у нас был простое железо. Мы нашли множество точков хода. О чем здесь? Что не было централизованного какого-то объекта, где ты мог найти любой дешборд. Обратиться к нему, посмотреть, кто девелопер, что там за данные, насколько они актуальны, есть ли методология, линадж. Этого не было. Был сарафан, ссылки и так далее. Все как обычно. И по self-assessment у девелоперов мы нашли гэп в медлах. То есть у нас был начальный пласт джуниоров, кто мог что-то сделать. И был пласт тех, кто уже давно работает, то есть стражилы. И они толкали такие сложные дешборды. И мы поняли, что у нас есть гэп в медлах. Все эти данные мы сразу положили на дэш. И регулярно его обновляем, смотрим, как наша динамика меняется. По архитектуре это то, что мы увидели от клиента на железе и на процессах. Бюрократия между девом и продакшеном. Это сопровождалось описаниями, RFC. В общем, это было много бюрократических председаний. То есть бюрократическая машина съедала инкремент от бизнеса, который люди запланировали вывести за время. Время мерилось 1-2 месяца. Это для полностью нового дешборда. Это немножко неприемлемо в быстро меняющемся бизнесе. Две среды для администрирования. Дев, продакшен. Тест еще был, но его не так сильно нужно администрировать. Значит, две точки отказа, две точки костов и ручной переносный прод. То есть отсутствие пайплайнов. Это опять кост, кост, кост. Что мы решили предложить всем нашим клиентам? Новую рулевую модель, новую модель разработки на новой архитектуре. Это все дает полный end-to-end процесс в продуктовой команде. Это их зона ответственности, ни от кого не зависящая. То есть продукты сами отвечают за свой дейта-продукт. За свой дейта-инкремент в продукте, если это не полностью дейта-продукт. Мы начали вовлечение сверху вниз, снизу вверх, чтобы это было двунаправленно. И новые фичи для подкрепления нашего, ну, интереса к нашей платформе. Чтобы было интересно туда заходить. Сейчас customer journey выглядит так, что некоторые части еще не сделаны. Welcome pack для новь пришедших на продукт и на платформу. Ой, в компанию. Для ролевой модели мы предполагаем сделать, что люди определенного типа должностей, уровня менеджмента или линейной строки должны получать определенный welcome pack сразу со входа. Для того, чтобы иметь представление, что люди такой же должности, как я, или такой же специализации, уже имеют доступ к таким-то дешбордам, значит, мне тоже нужно. Или если я девелопер, сразу мы тебя лендим в комьюнити, да, если ты новый в компанию. Для нового клиента в продукте все чуть попроще. Мы лендим в дешборд внутри нашей сети, где собраны все методологические пояснения. Проще лендинг пейдж. Мы сделали, где можно посмотреть, где есть дешборды, как мне сделать ту или иную заявку, как мне стать разработчиком, как мне пройти обучение, какие фичи у платформы есть, куда я могу написать вопросы и так далее. Все это сейчас дальше покажу. Там же ссылки на каталог приложений, то есть все дешборды описаны. И база знаний, лучшие дешборды, лучшие практики визуализации. И теперь наш фокус на обучении, то есть подтягивание как раз того самого middle-sloy разработчиков и self-service разработчиков, которые именно не публикуют, а давайте их назвать power-юзерами, которые хотят взять данные, покрутить, все, приняли решение, даже не публикуют, им достаточно. Для коммуникационной поддержки нашего комьюнити мы делаем метапы, Q&A, это полностью открытый микрофон, где час времени любой человек может задать любой вопрос без стеснений, без объяснений. И формат «давай покажу». Я сделал какой-то дешборд или я сделал какой-то плагин, фичу, экстеншн. Я просто хочу рассказать вам. Я просто вот прихожу, рассказываю девелоперу, это их узкий кружок, их мир, все говорят на своем замкнутом языке. Для вовлечения сверху вниз, внизу вверх мы делаем, планируем сделать хакатоны и дата-литерации марафона, где мы будем рассказывать, что есть визуализация, как правильно ее строить, зачем, какие знания можно оттуда подчеркнуть. Новая модель разработки, она очень хорошо скейлится, что она сейчас показала, как для отдельного продукта, маленькая команда. Армия одного человека хорошо здесь уживается. У вас есть один заказчик, который имеет доступ на production stream, и есть стандартный pipeline разработки. Все на одной среде. До больших команд он скейлится, где есть большая команда разработчиков с общей песочницей, но с разными стримами для публикации. Например, часть, которая отвечает за логистику, и часть, которая отвечает за остатки в магазинах. Одна команда разрабатывает, публикует в разные стримы. Тоже поддерживает все это. Self-service power users тоже поддерживает. Ролевая модель на эту модель разработки натягивается чуть-чуть сложнее, поэтому только один слайд покажу. Есть читатель отчетности, тот, кто конечный пользователь, production. Аналитик отчетности может подсмотреть на stage, например, предрелизную версию. Менеджер — это владелец сия стрима. Он управляет всеми публикациями, откатами, всей версионностью. И девелоперы. Девелоперы могут паблишить с дева на stage, чтобы выкатывать какие-то новые тестики. Какие метрики мы используем для нашей платформы, для того, чтобы понимать, куда мы движемся, правильно, неправильно. Одна ключевая метрика — это Mao. Mao должен расти, пользователей должно становиться больше, они должны активно использовать нашу платформу. и композитные метрики к нему — это не из последнего логина по группам. Мы должны понимать, что для разных групп должностей должны быть разные, в общем, схожие поведения. CSI по точкам контакта, чтобы понимать, насколько удовлетворены разные группы пользователей нашей платформы и так далее. Так все это выглядит на моем дожбарде, за которым я регулярно слежу, рост числа пользователей, приложения, Mao и другие метрики. По поводу data literacy, наша задача — сделать данные популярными, чтобы в компании все знали, как ими пользоваться, где я могу их найти, как найти ответ на свой вопрос. И самое важное — сделать это просто, чтобы customer journey был очень простой и понятной, любой, чтобы мог воспользоваться. Для этого наш лендинг-пейдж, все вопросы, все ответы, все, что касается клика, визуализации данных, внутри в одной точке. Можно сразу, так сказать, сесть и поехать. Причем как для аналитиков, так и для разработчиков, для конечных пользователей. Все здесь в одном. Мы сделали вход на платформу очень простым. Один клик по номеру телефона с мобильного телефона. Все. Никаких логинов, паролей, генераторов, токенов, ничего. Все секьюрно одним кликом. Одним кликом в клик. Вот. Здесь весь customer journey описан. Вот. И так вы получаете весь доступ. Каталог приложений. Для публикации любого приложения в production есть одно правило. Делать что угодно, ваше приложение должно быть описано. Это мандаторы правила. Там описаны бизнес-метрики, технические аспекты для преемственности приложения. Например, разработчик ушел, другой пришел, обратился сюда, все читал, понял. Если не понял, да спросил. То есть это наша такая вики внутренняя по BI. Ключевой дешборд core команды – это один ключевой дешборд для вовлечения топ-менеджмента, и в него добавляются слои для вовлечения middle и так далее, линейного менеджмента. И, естественно, мы добавили пользователям возможность общаться друг с другом, задавать вопросы не в почте, не скриншотами, а напрямую в дешбордах. Это даме дешборд. Просто тегаешь человеку, и говоришь, что случилось? Объясним им, пожалуйста, цифры. Человек получает notification, перешел и видит то же самое, что видел спрашивающий. Это очень сильно упрощает коммуникацию от данных. По поводу нашего комьюнити, как мы работаем с ним. Несколько составных частей, о которых я уже рассказывал. Детальней пройдемся. Все было три метапа. Мы стараемся их проводить раз в квартал. BI chapter, что это такое, почему мы все BI-щики, давайте объединяться, делиться знаниями. 300 человек было. Дизайн дешбордов, почему не нужно делать временные ряды донат-чартами и так далее. Все с азов до такого среднего уровня. Мы рассказали, было 350 человек. Последний раз мы рассказали новые возможности нашей платформы. Было 800 человек. Это позволяет вовлекать все новых и новых пользователей. И они просыпаются, и у них есть интерес к данным о их бизнесе. Курсы. У нас есть beginner level, который внутри проходит. Мы его проводим регулярно, несколько раз в месяц. И выпускаем людей оттуда, которые же могут сами что-то нарисовать и что-то уже показать. Ну а дальше они растут. Для подхватки медлов, ну с джунов до медлов, мы хотим запустить Continuous Classroom, для того, чтобы были персональные треки обучения. Люди могли сами их проходить. Мы для них будем проводить assessment и присваивать им соответствующие уровни. Для поддержки креативного, так сказать, мышления наших дизайнеров мы делаем, мы сделали палитру и комплементарные цвета, которые можно прямо отсюда же использовать. И у тебя не будет дешборд выглядеть как обычно. Чтобы он выглядел очень лаконично. Там же есть примеры диаграмм различных, таблиц и так далее. В разработке сейчас инструмент быстрого прототипирования между заказчиком и разработчиком. Я хочу дешборд, но я не знаю какой. Давайте здесь передачим donut chart, здесь line chart. Так понятно? Так окей? Да, давайте в эту сторону подумаем. Все, и мы поехали. И регулярные ивенты, которые мы делаем для поддержания заинтересованности нашего комьюнити. Это и пользователи, и разработчики еще раз. Открытый микрофон. Давай покажу. И дейта звездочки. Дейта звездочки. Люди, которых мы находим, что они опубликовали дешборд. Он получил популярность, но сам человек не стремится рассказать. Мы его приглашаем, заманиваем. И так мы воспитываем, воспитываем открытость в нашем комьюнити. Все это сделала корр-команда. Шесть локаций, четыре часовых пояса, рождена удаленно. Вот эти люди, которым большое спасибо за все то, что они делают. Вопросы? Спасибо. Спасибо, Владимир. Пожалуйста, вопросы. Здесь вопрос. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Михаил Федюлин, компания Global Byte. Хотел спросить. Я даже записал. Ты сказал об основных метриках развития платформы. Есть ли под это какие-то там бизнес-метрики? Потому что мы сегодня слышали о том, что можно развивать бесконечную экспертизу, технологии и прочее, но все это должно приносить деньги. И как-то это аллоцируется на вас? Ну, такие цели. Можно бесконечно пытаться посчитать прямой профит от того, что мы делаем, но я пока не сторонник этого. Это просто, в моем понимании, это очень сложно. В моем понимании, в кратчайшей перспективе ты будешь дольше считать, нежели приносить профиту. Здесь мы сразу понимаем, как оценить стоимость неверно принятого решения или не вовремя принятого решения по бизнесу. Это такой очень философский вопрос. И лучше деливерить больше и чаще, чтобы и ты видишь в метрике, что люди смотрят твои дешборды, люди принимают решения, они обсуждают. Значит, есть какие-то вопросы к данным, от данным, по данным, к бизнесу и принимают решения. Я в такой парадигме живу. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Ты коснулся вовлечения топ-менеджмента. Да, конечно. Можешь чуть подробнее рассказать, как это работает? Ну, то есть, что их интересует, каким образом они заходят в платформу и вообще поддерживают, например, твою активность? Да, конечно. Я показывал дешборд, который был, ну, показывался его стартовую страницу. Это наш кор-команда. Вообще, важно здесь оговориться. Кор-команда не является производственным стаканом. Она не производит дешборды для всей компании. Это важно. У нас есть два дешборда. Вот один из которых я показывал. Он призван на регулярных мероприятиях топ-менеджмента показывать одну версию правды и по ней проводить дискуссии. Это регулярное упражнение раз в неделю. Там весь топ-менеджмент обсуждает. И потом мы начинаем туда добавлять слои уже по бизнес-линиям. То есть, чтобы можно было в дискуссии чуть-чуть глубже опуститься. Тогда начинают появляться вопросы к middle-менеджменту. Потом мы добавили географию. И тогда уже география, ну, их же больше, они начинают задавать вопросы, но все при этом смотрят в одну и ту же точку. И добавив туда чаты, мы сейчас начинаем вовлекать пользу в диалог по этим данным. то есть сверху вниз, дальше, ну, еще на уровень ниже, в горизонт. Снизу понятно, что чем лучше девелоперы делают дешборды, чем больше о них делают, тем больше вопросов. И в дискуссиях между, например, двумя менеджерами любого уровня, вот мой дешборд, посмотрите на цифры, скиньте ссылочку, я посмотрю, и дальше начинается опять вот вся эта дискуссия. То есть, мы вовлекаем и снизу вверх, и сверху вниз. Ответил вопрос? Также дополнительно все one-to-one встречи, объяснения, что, где лежит, как этим пользоваться, это тоже обязательно часть работы. Ну, с моей стороны. Спасибо, Владимир, за ваше выступление. Было очень интересно. Спасибо.